В регионе продолжается ежедневный мониторинг цен на продукты, питание и товары первой необходимости. Подорожали сезонные продукты. Соль в связи с повышенным спросом населения выросла в цене на 39%. Есть объективные причины и объективное повышение цены. Там мы ничего не говорим. Здесь мы думаем, какие меры поддержки нашим жителям оказать, для того, чтобы максимально снизить эффект от этого повышения цен. То соль-то почему дорожает? Соль дорожает. Это как раз то, ради чего нам президент говорит проводить эти заседания комиссии. Помимо соли наблюдается рост стоимости других товаров, к примеру, сахара на 60-70%. Яйца, которые традиционно дорожают перед Пасхой, в этом году выросли в цене за полтора месяца до праздника на 15-20%. Следовательно, увеличилась стоимость кондитерских изделий в среднем на 15-20%. Причем подорожание некоторых товаров необоснованным, поскольку они либо производятся в нашей стране, либо у продавцов есть большой запас продукции, приобретенный по старому прайсу. По Архангельской области в настоящий момент возбуждено два дела о необоснованном повышении цен в торговых сетях. Подорожало детское питание. Соответственно, все основные продукты питания – это хлеб, сахар, масло растительное, масло сливочное, мясные продукты. Крупа вся полностью, сахар, соль, масло. Сахар, соль, да, и масло, все стало дорого. Цены растут. Даже на хлеб, я уж не говорю ни на чего. Стоит также отметить, что определенные группы товаров подешевели. На 8% уменьшилась стоимость на соски, пустышки и пеленки для новорожденных. Одноразовые маски подешевели на 24%, а также фиксируется снижение цен на свежие огурцы и зелень. Ну вот, может, огурцы, если здесь вот, и все, наверное. Пока снижение цен я не увидела. Для снижения социальной напряженности Министерство АПК и торговли Архангельской области предложило торговым сетям добровольно ограничить свои наценки на 24 группы товаров первой необходимости. Готовность минимизировать наценки выразили Магнит и Пятерочка, а также ряд региональных торговых компаний.